Всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик, как вы знаете совсем скоро у нас в игре будет день космонавтики, это один из тех дней, которые также мы вместе с вами любим, мы любим его за то, что в этот день проходит очень много интересных движений, связанных как всегда с нашими любимейшими золотыми ящиками, опять у нас будут иксы голдов, опять у нас будет что-то интересное в игре и сегодня я хотел бы вообще поговорить по этому поводу, пока у нас никакой официальной информации нету, про день космонавтики, я думаю что она будет скорее всего 10 числа в пятницу на, вернее не на, в видеоблоге, но что касаемо того, что может вообще быть, сегодня я хотел бы по этому поводу поговорить, порассказывать наверное свою точку зрения, поразмыслить насчет того, что будет ли там вообще голды, какие будут голды, может быть будут иксфанды, может быть будут скидки, обо всем этом хотелось бы сказать, по порядочку, что касаемо голдов, ну ни для кого не секрет, уже на протяжении нескольких лет, на день космонавтики у нас в игре появляются именно такие метеориты, те самые голды, которые мы все с вами любим, ну хотя кто-то их и не любит, в последнее время многие хейтили метеориты, когда они у нас появляются в игре, то что блин, зачем эти метеориты, лучше было бы без метеоритов, но я к ним отношусь довольно таки неплохо, мне нравится вся эта темочка, и даже в последний раз, когда были метеориты, если я не ошибаюсь, какая там была только карта, или там были рандом карты, то есть мы катали, было очень даже неплохо, если не ошибаюсь, даже я на то время записывал какую-то там злпшку, и сейчас может быть тоже, да, получится что-то интересное записать для вас, в общем и целом, с вероятностью 99,9% я уверен, что на данный праздник будут у нас голды метеориты. Также ни для кого не секрет, то что скорее всего в игре у нас будут скидки, скидки как всегда будут небольшие, это будут какие-то 30% скидочки, возможно там 30-50 на МПК, сейчас в принципе даже больше скидки никто не будет делать, в ближайшее время так точно, ближе, наверное, только к дню рождению танков, там уже может быть разработчики расщедрятся и сделают какие-нибудь там 50-очки, но пока точно на таких всяких праздниках и ивентах хороших, больших нагибаторских скидок у нас в игре точно не будет, поэтому надеемся на какую-то 30-очку, 25-очку, 30-50 МПК, и, ну для меня, например, 30-50 МПК, для Чиппердейла какого-нибудь прокачать, там пару шажков своего вооружения, поставить на одно без ускорения, поставить на другое без ускорения, не, это достойно, это круто, это можно сделать, безусловно, да, ну а что касаемо там каких-то глобальных прокачек, больших трат кристаллов, ну это точно глупо, и вам я по сути даже и не советую, если вы хотите прям жестко как-то там тариться, что-то закупать прям в большом количестве, много все это делать, как бы инвестировать в это все много дела, то лучше дождитесь уж дня рождения ТО, там уж точно скидки будут больше. Что касаемо всяких акций, там, связанных с магазином, там, со скидками, я, конечно, про это дело не любитель вообще говорить, безусловно, они какие-нибудь там будут, какие-нибудь там спецпредложения, как всегда, супераппетитные, суперчеткие, также, может быть, к данному празднику также расскажут о следующем челлендже, может быть, там что-то интересное тоже получится, что-то покажут, что-то расскажут, возможно, анонсируют какой-нибудь новый, там, коинбокс или еще что-то в этом роде, тоже может быть, вполне, ивент это позволяет сделать. Ну и также я лично надеюсь на то, что у нас, если уже сейчас в игре официально, как обновление, появились супермиссии, и на 1 апреля были интересные, замечательные миссии, которые, ну, связаны, например, с теми же коинбоксами, с голдами, которые давали, да, халявные абсолютно, это было круто. Я надеюсь на то, что на День Космонавтики также у нас в игре все дело появится, будет что-то интересное в этом плане, и разработчики не будут, там, скупиться и делать какие-то, там, 10к опыта, 10ддшек, да, по типу вот такого, не будет делать такой ерунды. Примерно такие же миссии, если будут, которые у нас были на 1 апреля, то есть, например, там, миссия набить 2000 килов, получить 30 голдов, или скинуть 30 золотых ящиков, получить 30 коинбоксов, понятное дело, что кому-то везет, кому-то падает больше, кому-то падает лучше, кому-то меньше, но, в общем и целом, это выглядит хотя бы достойно, это стоит того, чтобы вообще набить, и чтобы потом не огорчиться, то, что ты там набил, например, 10к опыта и получил 10ддшек, ну, это же вообще смех какой-то. А если ты получаешь такие уже неплохие призы, то я считаю, что это, в общем и целом, даже достойно, и я говорил, когда у нас были вообще на 1 апреля вот эти вот акции, супермиссии, плюс появился скин-контейнер, в котором теперь можно выбить легаси скины, я говорил, что это круто, это реально достойно, и я надеюсь, что в этот раз так же разработчики не подведут и сделают что-то интересное в этом же духе. Что касаемо, друзья, фандов, здесь, наверное, ни для кого не секрет, что фанды у нас так же в игре будут повышены. Понятное дело, что это скорее, скорее всего будут x2, это не будет каких-то там дополнительных безумных, хотя бывали такие праздники в игре, когда и были у нас x-ы побольше, чем 2, но двоечка это сейчас стабильность, это стабильность, и больше двоечки у нас для матчмейкинга точно не будет. Ну и я вообще считаю, для всех тех ребят, которые реально хотят там фармить кристаллы, хотят что-то новое прокачивать, покупать, больше это касается, наверное, тех ребят, у которых не имеется сейчас легенд, у них там какие-нибудь такие средненькие звания, и они нуждаются в кристаллах, то это отличное время, чтобы просто поднять себе банк, и потом уже за счет этого банка себе что-то интересное прикупить. Отличная нагибаторская возможность. Ну и, друзья, что касаемо вообще самого праздника, то есть многие там думают, что это будет один день, но я вот думаю, что одним днем все это дело, конечно же, не ограничится. Если уж на 1 апреля у нас был 5 дней, если я не ошибаюсь, праздник, то если день космонавтики пройдет один день с метеоритами, то это будет, ну, явно мало. Явно, я думаю, что будет это подольше все дело, и понятное дело, что каждый сумеет наловиться так уж вдоволь, что начнет вас тошнить, как меня, например, на 1 апреля, что я в последний день, когда играл, когда ловил эти голды, я уже думал о том, чтобы быстрее закончился этот праздник, мне реально настолько надоели эти голды, что я думал, что пусть они уже быстрее закончатся, я не буду о них думать, и вообще не буду думать о том, что там я могу зайти, еще пофармить там дополнительную премочку, еще что-то поймать, еще что-то фармануть. Я просто, оп, закрою и скажу, хватит, стоп. Понятное дело, что на день космонавтики не будет такой возможности, что вам будут там падать там какие-нибудь голды с премкой, или еще что-то с этим связанное. Будут обычные, тысячные голды. Обычные, тысячные, и также контейнеры. Они будут падать с большей вероятностью и с большей чистотой, нежели даже, мне кажется, на 1 апреля, либо с такой же, как на 1 апреля, и вы сможете поднять большое количество контейнеров, потому что они будут падать намного-таки чаще, и надеяться на то, что вам с этих контейнеров уже выпадет что-то крутое. Я, в свою очередь, надеюсь на то, что я поймаю большое количество контейнеров. Конечно же, все это дело будет на стримах, это будут, ну, как бы выходные, понятное дело, что постримим подольше, побольше, поэтому не забывайте тоже там колокольчик нажимайте, чтобы ничего не пропускать. Если не подписаны, то тоже подписывайтесь. И я надеюсь на то, что поймаю большое количество контейнеров, и выбью хотя бы одно из трех XT предметов, которые у меня на данный период времени остались. Я надеюсь на то, что это все реально, и все у меня в этом плане получится реализовать. Вам также того же советую, желаю, чтобы вы выбили что-то реально, что-то крутое, что-то достойное, но никак не там какие-то там миночки, не трушечки, там 3500 кристаллов. Выбивайте что-то крутое, я надеюсь, что у каждого это получится дело реализовать. Вот такой вот мой прогнозик, дефолтный, наверное, если вас еще интересует X голдов, да, все там спрашивают постоянно, какой X, какой X. Сейчас с X в игре у нас, ну, нет полноценной вот установки, там, например, X10 голды, или там X20 голды. Сейчас у нас такого определенно в игре нету. Потому что сейчас работает матчмейкинг немножко другим образом, и немножко по другой формуле. То есть у нас нету определенного фонда в битве. У вас не идет за каждый килл, там, например, определенное количество кристаллов. Вы заходите в бой уже с имеющимся фондом, уже с имеющейся формулой развития. То есть вне зависимости от того, как протекает катка. Вы можете даже в ней, грубо говоря, там ничего не делать, противника не будет, но голды будут падать, потому что там уже как бы фонд сам по себе растет. То есть если кто-то помнит DM-турниры, то механика работала, ну, вот примерно так, по такой же формуле, то, что вы там зашли в катку, у вас уже есть там какой-то определенный фонд. Понятное дело, что если вы там, ну, не так, что я сказал, что типа если 0 противников, там все равно оно растет. Оно растет меньше, но если, как бы, даже противника нету, то там все равно голды могут падать. Потому что система работает немножко по-другому, и поэтому сейчас нельзя правильно и точно сказать, какой х голдов присутствует. Если сравнивать с теми фондами, как это проходило раньше, то там, грубо говоря, какой-нибудь х5 голды имеются. Ну, а если рассчитывать это по той формуле, которая сейчас имеется в матчмейкинге, то там х намного-таки, намного-таки больше. Но, по сути, как частота, они падают довольно-таки часто, и, ну, как бы, говорить о том, что там мало голдов, я думаю, что точно не стоит, не стоит там недооценивать и говорить, что там голдов мало падает, там, почему так мало, я хотел больше, я хотел больше ловить. Падает часто, падает нормально, и на этом, как бы, все. Не стоит там задумываться о том, что, блин, какой там х, и мне очень интересно. Ну, я считаю, что вообще не стоит об этом думать. Просто ловите и понимаете, что голдов много падает, и у вас есть отличный шанс их забирать. Это, наверное, все, что я хотел вам сказать по поводу Дня Космонавтики. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте его поддержать лайком. Написать в комментариях вообще свое мнение по этому поводу, согласны ли вы с моей точки зрения и согласны ли вы с тем, что я думаю, какие будут вообще скидки, как пройдет ивент, какие будут голды, там, метеориты, не метеориты, потому что об этом стоит, безусловно, поразмыслить. Напишите, я все комментарии ваши, конечно же, читаю и мне будет также интересно узнать вашу точку зрения. Ну и не забывайте, конечно же, поддерживать данный видеоролик. С вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.